а вас почему так плохо слышно я тоже не могу понять сейчас плохо слышно все равно плохо слышно и таки вас плохо слышно я выключил это как вы говорите режим громкой связи я спрашиваю почему вас плохо слышно откуда звоните я сейчас они связываются с главным управлением экономической безопасности и противоречия коррупции центр общественных связей так вот ситуация следующая сегодняшним днем поступило заявление даже вы скажите откуда вы звоните потому что у вас какой-то код странный 977 опять же они могут смущенным образом выбираться так вот ситуация следующая ко мне поступило заявление сегодня на рассмотрение то есть на возбуждение уголовного дела по факту мошенничества которое совершили по отношению к вам рассматривается сейчас статья 159 часть 3 уголовного кодекса то есть мошенничество совершенное должностным лицом превышением своих должностных полномочий расскажите ранее вас информировали по данной ситуации нет не информировали хорошо сейчас произошла утечка данных ваших документов данных ваших документов сейчас пользуются другие люди своих корыстных целях то есть вы сейчас на данном месте потерпевшая страна переподозреваемые подозреваются сейчас в утечке то есть компрометации банковские служащие кроме того в месте заявления в ко мне поступила и копия вашего паспорта по которой произошла утечка выписан паспорт на маева владимира дмитриевича 1949 года рождения 1 1 серия 47 2 0 номера 18 38 18 так вот объясните как такое могло произойти у вас есть предположение откуда могла произойти утечка не знаю повторите владимир дмитриевич я говорю не знаю откуда я могу знать вы такие вопросы задаете откуда может быть утечка из крана может быть утечка возможно возможно для документы для того и даются чтобы их предоставлять куда-то не спрашивайте куда предоставляли говорю не спрашивайте куда предоставляли документы что же не спрашивайте документы для того и есть чтобы их предоставлять в разные инстанции сейчас спрашивайте за три месяца да понятия не имею везде постоянно кто-то делает копии в банке делают копии там еще где-то делают копии куда обычно обращайся там и делают копии но не всегда как в банке сто процентов в банке в каком банке да много банков во всех которых обращайся там и делают повторите еще раз я не слышал вас во всех банках куда обращайся там обычно снимают копии я вас прекрасно понимаю сейчас идет речь об утечке именно ваших документов и мы сейчас рассматриваем именно ваш случай ну каких конкретных документов какие документы еще рано паспортные данные у вас где последний раз копировали ну я нигде не копировал возможно кто то копировал ну так все верно то есть кто копировал ваши данные последний раз вы говорили что банках у вас каких-то копировали данные в каких банках Без понятия. Я не помню. Так, вы не помните. Хорошо, будем, значит, разбираться. Возможно, у вас скопировали документы в МФЦ, в больницах, в страховых, опять же, за последние три месяца. Ну, возможно, но я говорю, я не помню. Не спрашивайте мне эти вопросы. Я не помню. Все, я ничего не помню. Так, слышал. Паспорт, он сейчас у вас не украден? Он при вас находится? Ну, при мне. Не в данный момент при мне, но у дома находится. Давно вы проверяли его наличие? Ну, он у меня в кармане лежит, ну, в куртке. Всегда. Ну, всегда. Вы в последний раз как давно, так сказать, видели воочию свой документ? Ну, вчера видел. Ощущаю его. Так, хорошо. Я вас услышал. Скажите, ранее вы с фактом мошенничества в территории нашей страны сталкивались когда-либо? Нет. А звонки вам поступали от лиц, которые выдавали себя за банковских сотрудников? Нет. Так, хорошо. Я в любом случае, Владимир Дмитриевич, я на будущее сразу же информирую вас. Ни один банк на территории страны не имеет права обзванивать своих клиентов. По телефону будьте видительными, в формуле из СМС, номера, карты, свои паспортные данные. В ходе телефонного разговора никому не передавайте. Никому не передаю. Да, верно. А также сообщайте о подобных номерах, когда вас запрашивали за информацию нам, либо же на сайт Министерства внутренних дел, это МВД.РФ, либо же на горячую линию МВД по номеру 102. Это было понятно? Понятно. Владимир Дмитриевич? Да, да, слушаю. Ну, говорите, вы как-то все тянете, тянете, конкретику давайте. Владимир Дмитриевич, повторите, у вас проблемы со связью? Ну, я вас хорошо слышу сейчас на данный момент. Странная ситуация. Я сейчас вас слышу прерывиста. Я не слышу, что вы сейчас говорите. Вы говорите обрывками. Не знаю. Я вас, вот сейчас я вас хорошо слышу. Алло. Ну, перезвоните тогда, если не слышно. Я откуда-то знаю, что вы там не слышите. Алло. Так, Владимир Дмитриевич, хорошо слышите меня? Ну, сейчас получше. Так, все, замечательно. Я также вас отчетливо слышу. Так вот, о чем я говорил. Сейчас, так сказать, часто звонят мошенники, запрашивают конфиденциальную информацию, такую, как паспортные данные, номера, карты, пароли, пин-коды. Эту информацию никому не предоставляйте, не передавайте. Сообщайте о подобных примерах нам на сайт МВД. Это mvd.rf.ru. Ты можешь на горячую линию МВД по номеру 102. Никогда не сообщаю по телефону, никогда никому не сообщаю. Три циферки с пластиковой карты тоже не сообщаю. Все, хорошо. Дело в том, что, как нам сейчас сообщает сам Центральный банк, как вы знаете, Центральный банк – это орган, который контролирует работу всех банков на стране. Сейчас произошла масштабная утечка персональных данных клиентов. И несколько тысяч граждан сейчас уже пострадали. То есть деньги у людей похищаются с карт, со вкладов, кредиты оформляются мошенническим путем. Вы об этом также не раз могли слышать из средств массовой информации, потому что об этом вещает и телевидение, интернет и так далее. На ваше имя сейчас также попало список данных граждан. Только у вас была лишь попытка хищения. Материальный ущерб причинен вам не был. Подозреваем в этом мы банковских служащих. Скажите, ваши данные на сегодняшний день, в каких банковских учреждениях могут находиться? Какие банки нам стоит поставить на служебную перепроверку? Ну, там, где я пенсию получаю и все. Сейчас необходимо именно наименование, либо же юридический и физический адрес организации. Ну, вы сейчас сами сказали по телефону, ничего не говорите. Я никогда никому ничего не говорю. Вот я просто сказал, что пенсию, хотя надо было этого не говорить. Так, дело в том, что сейчас я вас запрашиваю наименование банка. То есть, это не конфиденциальная информация. Ну, Сбербанк. Я могу сказать то, что... Сбербанк, все, я вас услышал. Хорошо. Указал данную информацию. Так что, скажите, возможно, вы когда-то оборвали кредиты, предоставительные документы в отдел займов, пользовались какими-то микрофинансовыми организациями, не было у вас таких случаев? Ну, когда-то, возможно, было, но я не помню. Так, хорошо, я вас услышал. Скажите также, как давно ваши документы могут находиться в данном банковском учреждении? Давно, не знаю, очень давно, много лет. Так, хорошо, указываю данную информацию. Буду в таком случае ставить на перепроверку за последние 10 лет. Это будет корректно? Либо же у вас меньше? Да, думаю, больше. Больше? Ну, хорошо, за 10 лет поставлю. Так, расскажите, ранее конфликтные ситуации были с банком? Возможно, с сотрудниками? Нет. Некорректное обслуживание? Нет. Сами что-то подозрительное замечали? Нет, я ответил уже нет. Так, хорошо, указал данную информацию. Вашими документами могли заинтересоваться какие-то коллекторские организации, либо же судебные приставы? Ну, не знаю, может быть. То есть, вы допускали какие-то задолженности и просрочки? За квартплату было. Но сейчас все хорошо. Так, хорошо, как давно у вас была данная ситуация? Давно, не знаю, не помню. Ну, год назад, может быть, больше. Так, хорошо, в любом случае, в таком случае направлю информацию с судебным приставом. Возможно, они имеют отношение, также и сотрудничали с банкирами, когда передавались банковские данные и, в целом, ваша персональная информация. А скажите, у вас блокнот-ручка сейчас под рукой имеется? Нет, ну, я могу в компьютере записать. Да, замечательно. Если у вас компьютер под рукой, забежите в компьютер. Сейчас постараюсь, только вы не быстро. Сейчас, подождите. Только все же, если у вас есть какой-то физический накопитель, это будет лучше. Дело в том, что, опять же, уже, там, скорее всего, или завтра, или когда вас, там, будет вызывать следователь в управлении к себе, и может задать вопросы, опять же, кто проводил привычное дознание, и, в целом, информировал вас по ситуации, чтобы вы смогли ответить. Все, записываю. Поэтому записывайте. Старший лейтенант полиции. Литвинов Сергей Николаевич. Сергей Николаевич? Так точно. Литвинов Сергей Николаевич. Записал. Так, запишите мое управление. Аббревиатура, запишите. ГОЭП и БК. Как? ГОЭП и ПК. Ге? Давайте я вам просто словами продиктую, а вы уже запишите первые буквы слов. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции. ГОЭП и ПК. Так, ГОЭП и ПК. Так точно. Корректно. Также на всякий случай запишите номер моего удостоверения. Тоже могут спросить. Три заглавные буквы. МКВ. МКВ. Михаил Константин Виктор. Так точно. Михаил Константин Виктор. Ну, записал, да. Спасибо. Ага. 42. Ага. 18. Ага. Так, хорошо. Как вы понимаете, так сказать, сейчас проблема у вас не в счетах или в картах, то есть не совсем в финансовом плане, а в том, что кто-то из недобросовестных сотрудников банка, какого именно, предстоит выяснить. Но по всей видимости, это какой-то из сотрудников одного из отделений Сбербанка. Вот он сейчас, или они, имеют доступ к вашим личным данным, то есть к вашей документации, а также, пользуясь своим служебным положением, пытались выполнить по отношению к вам непромерные действия. У меня в заявлении указывается сумма попытки хищения в размере 200 тысяч рублей. На данный момент никакой материальной учреждения вам не было, то есть деньги у вас никуда не пропали и не исчезли. Но, в свою очередь, меня интересует другой момент, что человек, на которого пытались перевести эти деньги, это некий Бондаренко Андрей Витальевич. Скажите, вам знакома данная личность? Нет, не знаю, первый раз слышу. Дело в том, что это гражданин Украины, проживает в городе Нежин Черниганской области. Отсюда к вам вопрос. У вас с Украиной есть связи какие-то? Близкие, друзья, знакомые? Не распространяюсь по телефону на такую информацию. А что вы имеете в виду? Не рассказываю частную жизнь, семейную, банковскую, медицинскую и тому подобное. Как вы сказали, никакую информацию не даю. Эта информация не является конституциальной. Сейчас речь идет о том, что от вашего имени сейчас спонсируют Украину. Вы должны понимать, что, так сказать, или вас пытаются подставить под государственную измену и спонсирование терроризма, либо же, опять же, это вы делаете. Но я в чем не сомневаюсь. Правильно? Ну, Сергей Николаевич, вот как вы считаете, я по телефону должен такую информацию кому-то рассказывать? Или нет? Что касаемо связи с Украиной? Так точно. То, что касаемо моих родственников, где они находятся и тому подобное. Вот у них и спрашиваете, где они находятся. То есть вы отказываетесь предоставлять данную информацию? Я правильно понимаю? Ну, потому что я имею право, согласно 51 статьи Конституции, я имею право не свидетельствовать против себя. Вы сейчас просите от меня информацию непонятную. Это верно. Если вы не хотите свидетельствовать, опять же, можете не свидетельствовать, но в случае, если вы предоставляете информацию, это будет помогать следствию. Скажите также, с начала спецоперации общались с кем-то с Украины? Или также отказываетесь свидетельствовать? 51 статья Конституции. Ну, вы все уже как бы услышали, что я не готов рассказывать какую-либо информацию относительно своей личной жизни. Украины, родственников, я вас понял. Хорошо, в таком случае не буду у вас задавать такие вопросы. Спасибо. Вы также должны понимать, поскольку ваши деньги пытаются перевести на территорию Украины, то это может пойти как на финансирование несанкционированных митингов, так и экстремистских организаций. В том числе подготовка и осуществление терактов на территории нашей страны. Соответственно, это дело уже государственной безопасности. Вы понимаете, почему? Ну, я-то здесь при чем? Не я же пытаюсь куда-то чего-то перевести, а какие-то мошенники, которые, вы говорите, в Сбербанке находятся, или еще там где-то судебные приставы. Я-то здесь при чем? Так дело в том, что сейчас от вашего имени пытаются производить все эти действия с использованием ваших документов. То есть, по всей видимости, пытаются вас подставить по то, как будто бы вы переводите деньги на Украину. Ну, опять же, используем всех ваших документов. Ну, вы разберитесь с этим и выясните. Там какую-то фамилию называли, кто это делает или кто-то пытается делать. Нет. Это не кто пытается, это чьи, так сказать, данные указали в данных переводах. То есть, пытались перевести деньги на этого человека. Но вы должны понимать, что сами мошенники никогда не будут переводить деньги на свои счета, по всей видимости. Это, скорее всего, так и есть. Это подставное лицо, на которое просто переводят эти деньги. То есть, что касаемо данной ситуации, это уже вне моей юрисдикции. Этим уже занимается Центральный банк. Поэтому, как раз таки, я буду вынужден направить на него обратный запрос. Уже с их стороны вам также будет выделен ведущий специалист, который будет нести как материальную, так и уголовную ответственность по вашей ситуации. Также, сейчас в силу вступает статья 330 Уголовного кодекса, который гласит о неразглашении сведений, полученной в ходе дознания или предварительного следствия. То есть, пока со стороны Центрального банка будет производиться внутрибанковское расследование, а с нашей стороны не будут пойманы преступники, вам не рекомендуется разглашать всю эту информацию третьим лицам. Понимаете, кто такие третьи лица для вас? Ну, я понимаю, да. Все остальные. Так, хорошо. В таком случае, скажите, на данный момент у вас имеются какие-либо вопросы ко мне, возражения, не допонимания? Да. Хорошо, в таком случае озвучьте. Уголовное дело возбуждено или что? Оно сейчас находится на стадии рассмотрения. Сейчас я передаю всю информацию уже в следственное управление. Там возбуждается уголовное дело. Вам назначается следователь, который уже и будет его вести. Так, а я буду как потерпевший или как кто? На данный момент вы потенциальный потерпевший по данной ситуации. Будете проходить по делу как потерпевший, скорее всего. Ну, а на допрос кого-то вызывать будут? Конечно, вам предусмотрена личная встреча уже со следователем. Конечно, не сегодняшним днем, там уже с ним разберетесь завтра, послезавтра, когда он уже вас вызывать будет. А куда будут вызывать? Это также уже, знаете, у следователя. Ну, я понимаю, где будут вызывать, в каком городе? В каком городе? Да, вы откуда же звоните? Вы же звоните не из того города, где я нахожусь. Да, конечно, я сейчас с вами не с Туманова связываюсь, я сейчас с вами с Москвой связываюсь. Ну, а мне где будут вызывать? У вас по месту, то есть вам будет назначен ваш местный следователь. Ну, где конкретно, конкретно где, где? У нас в Туманном нету такого. Да, конечно, или в Мурманске самом, или в другом ближайшем от вас населенном пункте. То есть это уже будет уточняться следователем. Этим я не занимаюсь. То есть я сейчас приноправляю информацию в следственное управление, и они уже там будут разбираться, рассказать, где именно вам будет назначен следователь. Ну и кто, собственно говоря. Как-то странно. Ну ладно, хорошо. Хорошо. В таком случае линию сейчас попрошу не обрывать. Данную линию она предоставляет государство для обрыва с мошенничеством. Пообщайтесь уже напрямую с департаментом безопасности Центрального банка. Они уже обязаны будут поставить вас в известность о том, что у вас конкретно произошло, какие есть у вас финансовые риски, как можно избежать. Если будет такая надлась, необходимость, также будут напрямую вас приглашать в то или иное отделение банка, если потребуется. Услышали? Да, услышал. Ну, жду. Хорошо. В таком случае сейчас оставайтесь на линии. Связь не обрывайте. Желаю вам удачи в решении вашей проблемы. Честь имею. Оставайтесь на линии. Хорошо, спасибо. МВД России предупреждает. В связи с участившимися фактами мошенничества посредством телефонной связи, сети интернет, полиция просит не называть номера карт, сроки действия и секретные коды на обороте карт. Сотрудники банка никогда не запрашивают такую информацию. Рекомендуем вести диалоги с представителями власти или банком исключительно по линиям, предоставленным государством или линиям, защищенным согласным шифрованием. Не передавайте деньги тем, что выдают себя за ваших родственников или чиновников. Сотрудники банка или правоохранительные органы не предлагают перейти по ссылке, которую сами вам направили, и заполнять какую-то там либо информацию. Владимир Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вас приветствую. Я специалист департамент для безопасности Центрального банка России и финансового отдела. Меня зовут Савицкая, Виктория Викторовна. Очень приятно. Сказа вас проинформирую, что разговор идет под запись. Вам по факту мошенничества информация будет предоставляться как специального характера. Мактаж должны были поставить в известность об этом сотрудники правоохранительных органов, верно? Да, только что-то как-то тихо у вас это, ну, вы говорите тихо, погромче там, никак. Вот так вам лучше слышно? Ну, чуть-чуть получше. Хорошо. На сегодняшний день это статья Уголовного кодекса 183. Она класса разглашение банковской, налоговой и коммерческой тайны. Три селиться, ваши родственники, друзья, коллеги по работе не допускаются к данной информации. Уточните, вы сейчас один находитесь? Ну, пока да. В ближайшее время кто-то может помешать разговору? Нет. Хорошо, поняла вас. Также поступило обратное заявление от Министерства внутренних дел касательно мошеннических действий по отношению к вам. Попрошу вас вкратце описать проблему, как вы ее поняли, чтобы я понимала, какую информацию мне необходимо предоставить со стороны Центрального банка. Ну, если честно, я вообще ничего не понял. Ничего не поняли. Хорошо. Поняла вас. Давайте более подробно объясню тогда. Коммерческие банки пропустили две заявки в виде международного перевода на Украину, а также оформление кредитования, которое было одобрено и находится на стадии зачисления на сторонние реквизиты. То есть, я думаю, что вы прекрасно понимаете, какая ситуация в стране, поэтому Центральный банк отслеживает все заявки и переводы на Украину, так как они сейчас запрещены. После направили заявление на правоохранительные органы, которые подали обратный запрос, и, судя по всему, данных заявок вы не совершали, верно? Ну, я вот сотруднику говорил, 51-я статья Конституции, я готов повторять эту фразу, 51-я статья Конституции. Ну, то есть, я не хочу свидетельствовать в отношении себя с чего-либо. Так а как вы сейчас будете свидетельствовать против себя? Что конкретно смущает? Ну, еще раз задайте вопрос. Я вам задала вопрос. После заявления правоохранительные органы, то есть, нам подали обратный запрос, так как, судя по всему, данных заявок вы не совершали. Не совершал. Заявки вы не совершали. Заявки не совершал. Ну, так а почему вы решили, что вам нужно свидетельствовать против себя? Неправильно понял, значит. Ну, нет, не совершал никаких заявок. Хорошо. Сразу вас хочу проинформировать, что ведется запись разговора, в связи с тем, что это единственное подтверждение того, что вы ничего не совершали. Если вы ничего не совершали, то, значит, хотите разобраться. Поэтому необходимо ваше сотрудничество. Без вашего участия никто разбираться с этим вопросом не будет. Если же вы не сотрудничаете, значит, вы совершали переводы и попросту соглашаетесь на них. Поэтому сейчас необходимо ответить на дополнительные вопросы, предоставить вам финансовую безопасность, и перевести на ведущего специалиста, который вам предоставит конкретные инструкции, чтобы вы не понесли уголовную ответственность и не выплачивали кредит. Так как все ваши действия сейчас совершаются по основному счету, в которой в первую очередь доступ есть у сотрудников банка, менеджеров отделений и на горячей линии. То есть сейчас проблема у вас происходит не по конкретной карте, не по конкретному счету, а именно по системе основной счет. Скажите, есть ли у вас понимание, что такое основной счет? Ранее вас информировали, возможно? Не знаю. Хорошо, тогда я вам объясню. Основной счет – это ваш единый счет, в котором укрепится вся продукция банка, которая у вас имеется. То есть это карты, вклады, данный счет был закреплен за вашими паспортами. Центральным банком. То есть именно таким образом он распространяется на те банки, где фигурируют ваши данные. Более простыми словами, это ваш единый счет, в котором укрепится вся продукция банка, которая у вас имеется. То есть это полный ваш пакет документов и полностью вся продукция, которую вы используете. Это внутрибанковский счет, он не предназначен для личного использования, прямой доступ к нему имеет менеджеры в отделениях банка и на горячей линии. Информация была вам понятна? Ну, частично. Если у вас возникают какие-то вопросы, задавайте мне их сразу. То есть сейчас основная проблема стоит в том, что менеджеры банка воспользовались вашим основным счетом без вашего ведома. В своих целях они попытались перевести деньги. В данную минуту мы не располагаем информацией, какой конкретно специалист связан с фактом мошенничества. То есть вполне вероятно, что это была группа лиц. Поэтому в целях вашей финансовой безопасности вся информация и все данные касательно основного счета они были изъяты из доступа сотрудников банка. Хорошо. Информация касательно проблемы вам была понятна? Ну, частично. А вот этот счет, который вы говорите, общий или какой он там, как его узнать, какой он у меня? Я вам объясняю. Вы к нему прямой доступ вы не получите. То есть доступ к нему имеет менеджер в отделении и на горячей линии. То есть это внутрибанковский счет. То есть он для вашего личного использования не предназначен. Он вам, в принципе, не нужен. Ну, тогда при чем здесь я вообще к этому счету, если я ничего не подписываю? Объясняю. Основной счет есть у всех клиентов банка. Как только вы становитесь клиентом, у вас заводится основной счет. То есть он будет закреплен за вашими паспортными данными. Ну, я понял, я понял. А как вас зовут, напомните? Виктория Викторовна. Виктория Викторовна. Я какое имею отношение к этому внутреннему счету? У меня договор, если есть какой-то, то явно не по этому номеру. Пускай делают, что хотят. Я-то здесь при чем. Основной счет содержит всю продукцию, которую вы используете, и полный ваш пакет документов. То есть это такое же... Ну, это не мои же проблемы, правильно? Это же не мои проблемы. Это проблемы банка, который там что-то как-то не так делает. Поймите, что это все сейчас совершается от вашего имени. Основной счет закреплен за вашими паспортными данными. Ну, там же нету моей подписи, правильно? Причем тут ваша подпись? Он содержит полный пакет документов и также вашу подпись. Все, что вы предоставляли за всю свою жизнь в банке. Ну, я же не подписывался под этот счет, про который вы говорите. Счет есть. Я еще... Если я сберкнижку открывал, значит, я за нее расписывался. Если счет какую-то, карточку получал, я расписывался. А за вот этот счет я не расписывался, значит, я к нему не имею отношения. Объясняю вам. Доступ. Он имеет полный пакет ваших документов. То есть вы к нему доступ не имеете, но он содержит всю вашу информацию. То есть это вся ваша информация. Это все совершается от вашего имени. Кто содержит информацию? Я ничего не понимаю. Вы, ваши подписи, документация, все содержит основной счет. То есть это все точно такая же документация, как если бы вы где-либо расписались. Понимаете? Так если я нигде не расписывался, как я могу иметь отношение к этой документации? Для того, чтобы это ваша документация. Это просто вся продукция, которую вы используете. И вся ваша полностью документация. Понимаете? Нет, не понимаю. Если я не расписывался, значит, я не имею к этому никакого отношения. Основной счет и так имеет ваш рост. То есть они получили доступ к вашему основному счету. Они владеют, по сути, вашей личностью в системе. Основной счет. То есть это не по конкретной карте. Ваши подписи там не нужны. То есть это все совершается изнутри банковской системы. Ну хорошо, ладно. Я просто не понимаю. Вы спросили, понял я или не понял. Я говорю, я не понимаю. Ну хорошо, ладно. Пускай, предположим, так. Я не понимаю все равно. Это все совершают люди с высшим экономическим образованием. То есть они получили доступ к вашему основному счету, то есть ко всей продукции, ко всей вашей полной документации. То есть, по сути, они имеют всю информацию о вас. И ваши подписи в данной ситуации не имеют никакого значения. Понимаете? Ну не понимаю. Хорошо. Давайте дальше. Я просто уже не буду об этом 10 раз говорить. Я не понимаю. Хорошо, дальше. Я просто не пойму, как вам еще объяснить. Ну я рассуждаю очень просто. Если я расписался, значит я расписался. Если я не расписался, то никто не может сказать, что это мое, потому что я за это не расписывался. Нет, это немножко не так работает, так как это все совершает непростой человек с улицы. Это совершают банковские служащие. Ко мне это какое-нибудь отношение. Я за это не расписывался. Он так может совершить вот эти действия к любому человеку. Я-то здесь при чем? Почему именно ко мне он это сделал? Почему именно меня выбрал? Вы не единственный пострадавший в данной ситуации. Мы направили заявление со списком более 2000 человек, которые пострадали в такой же ситуации, как и вы. Не думайте, что только вы пострадали в данной ситуации. Ну хорошо, ладно, дальше. Я не понимаю, но дальше. Давайте по порядку будем разбираться в любом случае. Касательно наших дальнейших действий, то есть наша основная задача обезопасить вас как клиента банковских структур. То есть мы понимаем, что в этой ситуации вы пострадавшее лицо, которое столкнулось с фактом мошенничества не по своей вине. То есть в вашем случае банки обязаны нести ответственность за списание денежных средств. Для этого мы направляем страховой лист на те банки, где вы обслуживаетесь. Объясняю, зачем. Чтобы в последующем, если у вас произойдут списания, вам банк мог возместить эту сумму в полном объеме. То есть в страховом листе под запись диалога мы указываем информацию открытого характера. То есть это перечень используемой продукции в той или иной банковской структуре и указываем приблизительный финансовый остаток до факта мошенничества. Информация, для чего составляется страховой лист, вам будет понятно. Не совсем, но я слушаю вас. Не понял ничего. Вы конкретно говорите, что нужно. Давайте простыми словами объясню. Мы заполним страховой лист для того, чтобы если у вас пишутся деньги, банк возместил эту сумму вам в полном объеме. Ну это я понял. Хорошо. У меня указано, что на сегодняшний день вы сотрудничаете только со Сбербанком. Это корректная информация. Ну я сказал сотруднику полиции о том, что я получаю пенсию в Сбербанке. Остальную информацию я не буду говорить. Какую информацию вы не собираетесь говорить? Я вам объясняю. Страховой лист, заполняется? Ну по Сбербанку заполняйте. Там, где пенсия приходит, там и заполняйте. Хорошо. Давайте разберемся по порядку. В Сбербанке у вас есть визионная карта. Карта образца МИР? Да. Поняла. 51-я статья. 51-я. Я что-то поспешил сказать. А при чем? При чем тут сейчас? Ну потому что мне научили ничего никому не говорить. Так я же у вас никакую информацию конфиденциального характера не запрашиваю. Ни пароли, ни пинков, ни номера. Ну хорошо. Ну я сказал уже. Мир, да, мир. Хорошо. По вашей дебетовой карте в Сбербанке какой остаток я могу указать до факта мошенничества? Вы указываете в своему приближенную к остатку либо же в диапазоне. 51-я статья. При чем тут сейчас 51-я статья? При чем тут свидетельствовать против себя? Вы сейчас заполняете страховой лист исключительно для своей безопасности. Чтобы в случае списания денежных средств вам банк возместил эту сумму. Как вы собираетесь себя обезопасить, если вы не собираетесь сотрудничать с Центральным банком? Ну посмотрите, сколько у меня на счету денег и увидите. Вы же, ну, как бы сотрудник был. Центральный банк. Нет. Вся информация касательно основного счета она была изъята из доступа сотрудников банка. Ее нужно актуализировать и также заполнить страховой лист, чтобы вы никак не пострадали в данной ситуации. Ну я не знаю, какая сумма и не хочу говорить и я могу сказать миллион. Что, вы поверите мне, что ли? Или будете проверять? В любом случае, в случае питания денежных средств, конечно, эта информация будет проверена. Ну напишите миллион тогда. Миллион напишите. Если что, миллион меня вернете. Владимир Владимирович, вы понимаете ситуацию, с которой вы столкнулись? Почему вы сейчас так несерьезно в данной ситуации? Почему несерьезно? Ну у меня может быть миллион. Просто я не хочу об этом говорить. Ну если вы не хотите говорить данную информацию, как вы хотите разобраться в данной ситуации? Ну я не понимаю. Вы что-то предлагаете? Я вам говорю. 51 статья Конституции. Я вам ничего не предлагаю. Вы можете себя сейчас обезопасить как клиента, чтобы в случае чего, если ваши деньги спишут, вам это... Звук что-то звуком стало. Я вас очень плохо слышу. Как вы хотите себя обезопасить, если вы не хотите элементарно заполнить страховой лист для вашей же безопасности? Так заполняйте. То, что нужно, я вам поддаю вам. То, что не нужно, я не говорю. Я не хочу говорить, сколько у меня денег на карточке. Так а как вы хотите в случае списания денежных средств, чтобы вам эту сумму возместили? Объясните. Ну я не верю в то, что я сейчас скажу любую сумму и вы мне прям поверите и прям вот это все возместите. Ну, так не бывает. Вы можете указать сумму приближенную к отпадку либо же для опознания. Я заполню страховой лист. Ну, я указал приближенную сумму. Владимир Дмитриевич, вы понимаете ситуацию, с которой вы столкнулись? Для чего вы сейчас этим занимаетесь? Вы лично делаете это только для себя. Мне эта информация не интересна, она мне не нужна. Если вы хотите себя обезопасить, в случае того, что у вас пишутся деньги, вам эта сумма будет размещена. Если вы же не сотрудничаете, значит, вы соглашались на переводы и самостоятельно несете материальную уголовную ответственность. У меня небольшая там сумма, небольшая у меня сумма. Так я могу ответить. Это не имеет значения. Нет. Вы не можете. Вы под запись диалога указываете информацию открытого характера, перечень продукции, которую вы используете и сумму приблизительно финансового остатка. Пенсия у меня туда приходит, понимаете? Пенсия. Я поняла, какой остаток я могу указать по вашей пенсионной карте? Мне нельзя эту информацию говорить. Что вам нельзя говорить? Сколько у меня денег на карточке? Давайте, если я вам скажу, что у меня на карте допустим, лежит 5 тысяч рублей. Что вы с этой информацией сделаете? Ну, ничего не сделаю. Ну, я-то не знаю, что с этой информацией делать. Может быть, вы кому-нибудь расскажете и ко мне придут, меня ограбят. Я с вами, в принципе, напрямую не связывалась. Вас перевели сотрудники правоохранительных органов, чтобы вы обезопасили себя как клиента банковских структур, не выплачивали кредитование, которое было на вас... Алло? Владимир Дмитриевич, связь с Центральным банком была требована. Система совершает повторный звонок. Скажите, самостоятельно оборвали связь? Нет, оно само отключилось. Я же вам сразу сказал, что да, но я не хочу говорить, сколько у меня на карточке денег. Не запретили это делать. Кто вам запретил это делать? Не важно. Мне сказали ничего, не рассказывать. Если вы не заполняете страховой лист, то как мы сможем вас это заполнить? Напишите любую сумму. Напишите миллион и все. Пускай будет миллион. Мне нужно указать сумму приближенную к остатку либо в диапазоне. Ну вот пускай вот эта сумма будет примерно миллион. Вот просто напишите ее и все. Пускай будет так. Плюс-минус там не имеет значения. Вы сейчас пытаетесь... Вы сумму указываете в диапазоне либо же приближенную к остатку. Ну хорошо. Ну миллион. Я вам уже буквально чуть ли не серьезно говорю. Ну большая сумма. Еще раз говорю. Большая сумма. Миллион. Я могу указать миллион сто, миллион двести. Ну укажите миллион сто. Что значит? Ну укажите. Вы указываете сумму приближенную к остатку. Ну я вам сказал миллион. Вы говорите, вот надо указать миллион сто. Ну говорю, укажите миллион сто. Я вам не говорю, что нужно указать миллион сто. Ну я вас попросил указать миллион. Я думаю, что эта сумма как раз будет нормальная в случае, если у меня там что-то снимут с карточки, чтобы мне ее возместили. Снимут меньше, значит меньше. Алло. Владимир Заветович, система совершает повторный звонок. Самостоятельно оборвали связь. Да я не знаю, что-то у вас связь плохая, вот эта вот, которая там специальная. Поняла вы. Хорошо, мы продолжаем заполнение страхового листа. Ну миллион, напишите и все на этом. Не задавайте мне уже эти вопросы. Я уже вам примерно сказал, я не собираюсь там уточнять какие-то суммы непонятные. Давайте сделаем так, по-другому. Я вам объясню. Вас кругловато. Сейчас факт мошенниче. Звук, звук пропадает. Вы меня слышите? Вот сейчас получше. Ну что-то как-то как будто уходите куда-то, и звук пропадает. Давайте повторюсь. Вот сейчас нормально. Поскольку у вас сейчас факт мошенничества по одному счету и в случае того, в ваших слов, хотя без диалогов, в страховом листе не будет указана какая информация, либо же будет указана неверная информация. Ой, звук у вас дребезжит, звук, звук дребезжит. Дребезжание звука идет. Дребезжание звука идет. Плохо слышу. Вы как-то, ну, до этого лучше слышно было. Сейчас плохо слышно. Алло. Так. Так, Владимир Битрович, мы сейчас с вами поступим так. Я сейчас буду вас переводить на руку. Опять дребезжание идет. Не слышу. У нас с вами возникло. Нет. У нас сейчас с вами возникло, нет поднимания. Вы не понимаете меня, я не понимаю вас. Я не слышу ее дребезжание. Дребезжание пропадает звук. Звук пропадает. Я вот это то слышу, то идет вот так вот идет. Вот сейчас хорошо слышно. Я говорю, временами идет какое-то дребезжание от, ну, с вашей стороны. Сейчас хорошо слышно. Вот сейчас хорошо слышно. Вот вы сейчас говорите, хорошо слышно. Хорошо, я вас поняла. Услышали наши дальнейшие действия? Ой, ну, вот когда вы начинаете долго говорить, идет дребезжание. А когда вот короткие фразы, ну, хорошо слышно. Опять плохо слышно. Когда вы говорите много слов, идет дребезжание, идет пропадание звука. Я понял, что вы хотите куда-то переключить, но больше я ничего не понимаю. Я сейчас вас перевожу на руководителя финансового отдела. Услышали меня? Ожидайте. Сейчас услышал, да. Владимир Владимирович, Владимир Владимирович, вы меня слышите? Ой, звук плохой. Вы меня слышите сейчас, скажите? Ну, сейчас нормально слышно, более-менее. А до этого что-то дребезжание идет какое-то. Хорошо. Подскажите, у вас, я так понимаю, плохая связь, проблема с ответом. Можете отойти в такое место, где у вас не будет плохая связь, где вы меня будете хорошо слышать? Не, у вас то хорошо слышно, то плохо дребезжание идет. Вот сейчас нормально слышно. Сейчас хорошо слышно. А вот сейчас опять дребезжание идет. Опять дребезжание идет. Вы меня сейчас слышите, подскажите? Вот сейчас четко слышно, а до этого идет дребезжание. Вот говорите. Хорошо. Зовут меня Швец Анастасия Викторовна, департамент безопасности Центрального банка, руководитель финансового отдела. Услышали? Сейчас да. Хорошо. Сейчас мне поступил запрос от специалиста финансового отдела младшего о том, что у вас возникло недопонимание. Что у вас случилось, почему вас перевели? Не знаю. Все до понимания. Спрашивали в анкету заполнить, сколько у меня денег на карточке. Ну, я сказал сумму, которую не захотели записывать. Все. Вы заполняли не анкету, а страховой лист, как мне известно. Все верно. Ну, я не знаю, что я там заполнял. Ну, как вы не знаете, во что не поинформировали, скажите? Ну, я не запоминаю вот эти слова, которые там анкета или там какие-то листы еще. Ну, суть понятна, что что-то я заполнял. Ну, как это, что-то вы заполняете. Вы должны понимать, для чего вы это заполняете, что вы заполняете и так далее. А не просто что-то я там заполняю. Ну, что-то там, что-то связано с какими-то деньгами, с каким-то переводом. Все. Вот я максимум, что могу вам сказать. Я не очень понимаю. У вас опять дребезжание происходит. Сейчас вы меня хорошо слышите? Вот сейчас хорошо. Замечательно. Давайте я вас буду, с твоей стороны, информировать, предоставить более информацию. Но также я хочу вас уточнить, поскольку у меня не указано. Сейчас, скажите, вас информировали о статье 183 о неразглашении банковской, налоговой и коммерческой тайны, подскажите. Что-то такое говорили, да? Что-то такое вам говорили. Понимаете, что это за статья? Ну, если вам говорили, вас информировали, соответственно, вы должны понимать, что это и к чему оно ведет. Ну, так подробно не говорили. Давайте в таком случае я вас оповещу. Сейчас на вас, точно так же, как и на меня, и в дальнейшем на вашего уже ведущего специальности, распространяется норма статьи 183 Уголовного кодекса Российской Федерации. В все очереди данные о неразглашении банковской, налоговой и коммерческой тайны. Звук опять прибежит. Вот когда вы так говорите, слышу, а потом, когда вы долго говорите, идет какой-то пип и дребезжание идет. Дребезжание, я вас поняла. Повторюсь, в тексте 183 она гласит о неразглашении банковской, налоговой и коммерческой тайны. Сейчас уточнить, вы где находитесь? Еще раз, что нахожусь? Опять что-то пиканье там идет какое-то. Вы сейчас один находитесь? Один нахожусь, да. Один, вы где? Дома, на работе. Дома я, какая работа? Дома я нахожусь. Дома вы находитесь, хорошо. Дома помимо вас кто-то еще... Никого нету, один дома, один, один. А за время, хорошо, а за время нашего с вами диалога вас кто-либо потревожить может? Нет, никто не может, один я. Я вас поняла, хорошо, указала данную информацию. Касательно данной ситуации, вот скажите, за основной счет вас информировали, понимание есть у вас? Нету понимания, вообще не понимаю. Я ничего не подписывал, но говорят у меня какой-то счет есть. Но я ничего не подписывал. Так, хорошо, давайте буду объяснять. У вас есть основной счет? Основной счет есть у всех клиентов банков. Абсолютно у всех. Объясняю. Это ваш единый счет, за которым как раз таки закреплены все ваши карты, счета, вклады со всех банков, где вы обслуживаетесь. Все, что вы открывали ранее, сейчас, это все входит в основной счет. То есть совокупность всех ваших счетов, за всех банков, где вы обслуживаетесь. И также в него входят все документы, которые вы предоставляли в банке. Ваш паспорт, МИЛ, ИНН, фотографии, ксерокопии. Все это также входит в основной счет. Это вам было понятно? Нет. Что вам было непонятно? Я не понимаю, как может в счет входить фотографии, там вот это все, что вы перечислили. Такое ощущение, как будто это какая-то коробка, в которую все положили и закрыли. Ну вот так оно и есть. Если у вас такое воображение, то есть вы так видите, вы так слышите. Просто оно так и есть. Звук что-то опять пропадает или тихо стало, или пропадает, уже непонятно. Вот вы, давайте повторюсь, вы представляете то, что это коробка, где все хранится. Правильно? Ну да, это я понял, что какой-то есть счет, только мне непонятно, почему этот счет ко мне имеет какое отношение. Я за него не подписывался, ничего я про него не знаю. Почему он у меня есть? У вас должны были в любом случае, послушайте, ну вас же должны в любом случае были информировать банки, что такое основной счет. Ну так меня ж никто не информировал, откуда я могу знать? Вы мне в первый раз об этом говорите. Послушайте, послушайте, так по всей видимости, возможно вас обслуживают некомпетентные сотрудники, которые... Ой, звук пропадает. Пропадает звук. Говорю, возможно, послушайте, говорю, возможно вас попросту информировали сотрудники, которые некомпетентны в твоем случае. И они не оповестили вас о том, что такое основной счет. Что очень странно, почему они этого не сделали. Очень плохая связь. Я понял, что вы говорите, что кто-то меня не информировал. Никто о меня ничего первый раз слышал вообще про этот счет. Ну вот видите, вы первый раз слышите, а я вас проинформировала. И передо мной специалист также. Вам о нем должен был говорить. Я за него не расписывался нигде. Поэтому, значит, у меня его не может быть. Он у вас есть. Он есть у всех клиентов банковских структур. Он автоматически открывается, когда вы становитесь клиентом любого из банков на территории нашей с вами страны. Так я же не расписывался. Я же когда что-то делаю в банке, что-то получаю, деньги там, то-то. Я все равно же расписываюсь. А здесь я не расписывался. Значит, у меня этого нету. А вы когда первый раз карту открывали, вы же подписывали документы? Когда вот первый, самый-самый, первый раз. Ну там счет указан, все написано. Я знаю цифры, там все у меня записано где-то. Так это выразительно карты, которые входят в основной счет. Вы думаете, я бы просто так вас сейчас о нем информировала, скажите? Да я без понятия. Я говорю, первый раз об этом слышу. Вы меня спрашиваете, понимаю я или не понимаю. Я говорю, нет, я не понимаю. Потому что я за него не расписывался. В любом случае он у вас есть, если вас о нем сейчас информируют. Ну я не знаю, может быть есть. Вы подписывали документы, послушайте сейчас. Вы подписывали документы в любом случае всегда, когда приходите в банк. А основной счет это внутрибанковский счет. Доступ к нему сотрудники имеют. Сейчас они завладели этим основным счетом. Вы это понимаете? Ну это их счет, они пускают, делают что хотят. Я-то здесь при чем? Я за него не расписывался. Да как? Я за него не расписывался. Вы же послушайте меня. Я же за него не расписывался. Значит это не мой счет. Нет, вы расписывались. Нет, не расписывался. Я знаю. Вы будете мне сейчас заказывать, есть у вас основной счет или нет? Ну я точно знаю, что я не расписывался. Мне запретили расписываться за все, что, как говорится, ну, не понимая ни за что не расписываться. Я ни за что не расписываюсь. Значит нету подписи. Основной счет он есть. И все документы, которые вы предоставляли в банке, в него входят. Ну может быть есть, но я не расписывался. Хорошо. Для чего вы меня перебиваете? Не, просто вы говорите, что есть, я с вами согласен. Пускай он есть. Но я вам просто говорю, что я не расписывался за него. Я это точно знаю. Вы вероятность, если вы расписывались, вас попросту не поинформировали о том, что когда вы получите карту, вы ставите роспись не только за карты, но и за основного счета. Если бы в целом даже не знали, что это за счет. Понимаете? Не очень понимаю. Звук иногда пропадает. Ну я понял. Да хорошо. Давайте предположим, я за него расписывался. Я не буду с вами уже спорить. Я просто знаю, что не расписывался. Но вы говорите, что я расписывался. Пускай будет по вашему. Здесь ваша роспись. Вы сейчас апеллируете росписью, не понимая, что вы говорите, что я не расписывался. Не расписывался. Если он открывается, послушайте, он открывается по регламенту Центрального банка автоматически. И он есть у всех, абсолютно у всех. Ну у меня, не знаю, нет у меня. Мне никто ничего не говорил. У меня нету цифр. Понимаете? Если мне кто-то бы написал на бумажке за подписью там банка, там печать, чтобы была, я бы знал, что у меня что-то есть. Откуда я могу знать? Если не нужно расписываться, так и не нужно расписываться, когда у вас есть основной счет. А как мне о нем узнать? Вы знаете, как в системе, послушайте, как в системе автоматически. Вы карту открыли, он открылся сразу же. И когда вы ставите росписью в банке, неважно для чего вы их ставите, по какой причине, какие операции вы производите, это автоматически так же входит в основной счет и закрепляется за основным счетом. Ну я не понимаю. Это вы понимаете? Не понимаю. В таком случае я не знаю и не имею понятия, как вам еще объяснить, чтобы вы понимали. Хорошо, какое имеет значение этот счет? Не понимаете, не хорошо. Какое значение вообще этот счет имеет? Чтобы вы в целом понимали, что у вас действия не по картам происходят, а по основному счету. Чтобы действия у вас по картам происходили, их бы просто заблокировали, отправили бы на... перевыпуск, а вы направили смс-оповещение, послушайте, послушайте, а вам бы направили смс-оповещение о том, что ваши карты заблокированы с подозрительной активностью. А сейчас у вас действия не по картам, так как они у вас не заблокированы. Ну и слава Богу, что не по картам. Значит, я в безопасности. К моим картам никто ничего не покушается. А тот счет, на который там покушается, пускай покушаются. Так в том-то и дело, что ваши карты входят в этот основной счет. Соответственно, к вашим картам есть сейчас доступ. Вы это не понимаете? Не понимаю. У меня есть карточка, есть номер этой карточки. Все, я пользуюсь этой карточкой. Причем здесь какой-то счет. Так ваша карта и входит в этот основной счет. Это ваш единый счет, который закреплен безопасными данными. Ну невозможно. У всех клиентов, и у вас он также есть. И вы сейчас нет безопасности. Поскольку у вас уже пытались посетить деньги и перевезти вас. Об этом должны были оповестить. Ой, звук пропадает опять. Говорю, вас должны были оповестить о том, что ваши деньги пытались перевезти основного счета. Никто не оповещал. Никто меня не оповещал. Вот сегодня там кто-то мне позвонил, имею в виду сотрудник полиции. Все, и потом на вас перевел. Все, я ничего больше не знаю. Никаких счетов у меня нету. Правильно, вот. Вот вас как раз-таки сотрудник полиции повесил о том, что я с вашим положением пользуюсь вашими документами. Да как они могут пользоваться документами? Документы у меня. Как они могут пользоваться? Я не понимаю вообще. Так вы же их в банк предоставляли. Паспорт, Биллс. Ой, как звук плохо идет. Все документы, подписи. Говорю, вы же в банк документы предоставляли. Паспорт, фикотографии, ксерокопии, повторяюсь, подписи. И вся эта информация она хранится в банке. А сотрудники банка воспользовались этой информацией, так как оно в системе находится. Ну и хрен с ней с этой информацией. Что они хотят от меня? Так, а вы понимаете, что ваши деньги на Украину сейчас пытаются перевести? В дальнейшем к вам вопросы уже будут с другой стороны? Да как они могут это сделать? У меня карточка есть, у меня приходит пенсия. Все, я свободно прихожу, получаю, снимаю. Все, какие вопросы могут быть ко мне? Так, вам вопросов в целом никаких. Если мы сейчас не разберемся, то будут уже как раз таки вопросы. Ну, я говорю, мне пенсионный фонд перечисляет. Звук пропадает постоянно. Говорите. Говорю, мне на карточку приходит каждый месяц пенсия. Я каждый месяц ее снимаю. Все, какие ко мне могут быть претензии? К вам сейчас претензий никаких. Вас никто ни в чем не обвиняет. Ни в коем случае. Ну, вы говорите, какая-то Украина, кто-то там что-то куда-то переводит. Я здесь какое имею отношение? И моя пенсия к этой Украине. Послушайте. А вы думаете, сотрудникам банка будет сложно в системе отметку поставить галочку о том, что вы присутствовали при том, когда совершалась попытка международного перевода, что вы якобы были в банке и делали это? Нет. От слова совсем. Ну, там подпись моя должна быть. Я когда получаю звук пропадает. Я когда получаю пенсию, я в квитанции расписываю. Все. Мне дают такую же квитанцию. Так они воспользовались этой... Павильно. Так они воспользовались твою галочку в систему. Звук у вас пропадает опять. Звук пропадает. Пропадает звук. Алло. Сейчас вы меня слышите? Вот сейчас слышу. Они воспользовались вашими дарами и вашей подписью. Говорю, подписью вашей воспользовались. Слышите? Как они воспользовались моей подписью? Если я не расписывался. Если я расписался за получение денег, я расписался. Больше подписи нигде не ставлю. Так подписи ваши вы не понимаете? Что-то опять звук пропал. Что я не понимаю? Говорю, у них подписи ваши остаются. Вы это понимаете? У них моя подпись что? Дальше звук пропал. Остается. Ну, остается, да, остается. Ну, на квитанции, на чеке длинный такой вылезает. правильный правильный У вас остается, у них остается ваша подпись, они воспользовались этой подписью и от вашего имени все эти действия совершают. Ну, они могли только подделать эту подпись и все, а как они могут воспользоваться? Постояннее всего даже и подделали. Это все возможно. Ну, поэтому экспертиза покажет, что это не моя подпись и ко мне претензий не будет. Так, а при чем здесь экспертиза? Этим будут заниматься сотрудники полиции. А ваша задача это обезопасить себя в финансовом плане. Ну, я говорю, мне приходят пенсии с пенсионного фонда, все, я снимаю. Я вас поняла. Сейчас давайте касательство страхового листа. Что такое страховой лист? Вам объясняли? Девушка, вы меня уже не мучите. Вы просто скажите, что нужно и все. Касательно страхового листа. Вам объясняли, что это за ... У нас, во-первых, связь постоянно глючит и что-то говорили, я уже не помню. Объясню. У вас факт мошенничества. И мы понимаем, что в этой ситуации вы столкнулись с фактом мошенничества не по своей обуви недобросовестных сотрудников банка. Вашем случае сейчас банки обязаны нести ответственности за списание денежных средств. И сейчас мы будем направлять страховой лист на ваш Сбербанк, где вы обслуживаетесь. Чтобы в дальнейшем, если у вас произойдут какие-либо списания, то вам банк мог эту сумму списаний возместить в полном объеме. Ну и также в страховом листе подзапись диалога мы указываем информацию открытого характера. Это перечень использованной продукции в той или иной банковской структуре. И также указываем приблизительно финансовый остаток до факта мошенничества. Это вам было понятно? Ну примерно вы уже мне уже это говорили. Ну что-то там понятно. Да. Говорили. Хорошо. На сегодняшний день что вы пользуете в банке? Карты, счета, вклады, кредитования? Вот. Я сказал, что я воспользуюсь 51 статьей. Я сказал только про одну карточку Сбербанка, что я получаю пенсию. Все. На остальную информацию я говорить не буду. Я сказал, что пишите миллион рублей. Пускай будет такая сумма, чтобы мне вернули миллион рублей. Вы вот сейчас 51 статья что-то мне пытаетесь пропадает. Идет постоянное пиканье и пропадает звук.